В 62-м году я уверовал, я жил в городе Сан Цзан. И я думал, что все знают этот секрет о прощении грехов. Но я увидел, почему же наш пастор не знает этой Евангелии? Почему же пастор не подсказывает путь к прощению грехов? Наш служитель, я понял, не знает этот секрет. Однако я не мог, конечно, идти к нему, чтобы рассказать об этом. Я думал, что, может, пастор нашей церкви служит маленькой церкви, поэтому он не знает. Но, наверное, пастора в городе Тегу все знают это Евангелие. Я поехал в Тегу, встретился со служителями, но никто не знал, как мы можем получить прощение грехов. Никто не мог ясно передать об этом слово. Они говорят, нужно покаяться. Я говорю, у меня не получается. Тогда говорят, нужно иметь плоды покаяния. Потом я приехал в Сиул. И я думал, что в Сиуле есть умные служители, поэтому они, наверное, все знают. Однако, в какую бы церковь я не пошел, не было церкви, в которой бы говорили братья и сестры о том, что они получили прощение грехов. Я не мог найти такую церковь. Я думал, как такое может быть? Да, читают Библию, ходят с Библией в руке. В Тегу проводили семинар, и однажды пришел журналист газеты, и он попросил, пожалуйста, уделите пару минут. Хорошо. Конечно, я могу уделить вам время. Пастор, скажите, пожалуйста, а в чем разница между вашей церковью и другими церквями? Я сказал, ой, господин журналист, как я могу об этом сказать за пару слов? Об этом надо долго говорить. Но журналист попросил, можете, пожалуйста, коротко об этом рассказать? Я спросил, вы ходили когда-нибудь в церковь? Ни разу никогда в жизни не ходил в церковь. А вы слышали о том, что Иисус умер на кресте? Естественно, я об этом слышал. А почему Он умер на кресте? Вам рассказывали? Да, говорят, что Он умер за наш грех. Совершенно верно. Да, вы правильно знаете. Так скажите, в чем разница между вашей церковью и другими церквями? Я сказал, я верю, что Иисус Христос вместо меня умер на кресте, и поскольку Он получил все наказание вместо меня, у меня больше нет греха. Однако в других церквях продолжают говорить, что они грешники. Вот в чем различие. Журналист очень сильно удивился. Правда, в других церквях продолжают говорить, что они грешники? Я сказал, спросите у ваших знакомых. Тогда пастор, во что они верят? Я не могу поверить. Пастор, правда, в других церквях говорят, что они грешники? Я, знаете, улыбнулся и сказал, спросите у них. Не у меня спрашивайте. И этот журналист вернулся и действительно спросил у прихожан других церквей, и они сказали, что действительно они грешники. И журналист сказал, как такое возможно? Мы говорим о том, что Иисус Христос умер на кресте, проливая кровь за наш грех. Мы говорим о том, что Он получил все наказание вместе с нас. Так если Он умер, но мы остались грешниками, тогда смысл того, что мы верим в Иисуса. Знаете, я Ему не передавал Евангелие, но Он наполовину получил спасение. Знаете, говорят, что мы еретики, потому что мы говорим, что мы получили прощение грехов, потому что мы говорим, что мы оправданы. Но так нам Библия говорит. Недавно в небольшой гостинице перед телевизионной станцией КБС мы пригласили христианских лидеров Кореи, где-то 500 человек собралось. И час сорок минут я рассказывал, как мы получили прощение грехов. А также в пресвитриянских церквях говорят об учении Кальвина. И я через Еремию 18 главу объяснял ту теорию, которую они говорят. Знаете, они были очень сильно удивлены, слушая слово. Очень сильно удивились. Как такого пастора мы можем говорить, что он еретик? Так сказали участники этого форума. Потом подошли и сказали, пастор, пожалуйста, простите нас, мы не знали о вас. Журналисты подошли ко мне и задавали много вопросов. Слушая ответ, они удивлялись. Один пастор создал книгу, которая называется, что Миссия Гунис должна вести корейское христианство. Знаете, я говорю о самых основных вещах. Что Иисус Христос, когда я увидел крест, да, я увидел, что Иисус Христос очистил мой грех, и Его кровью мы получили прощение грехов. Об этом ведь мы поем гимны. Некоторые говорят. Да, Иисус Христос очистил мой грех, но я же продолжаю грешить, поэтому я грешник. Но, знаете, самое главное, знаете, когда жена живет с мужем, чтобы у нее было единое сердце с мужем, самое главное, это нужно ей оставить свою правоту. Почему? Потому что взгляд мужа и взгляд жены отличаются всегда. Даже если жене кажется, что правильно, однако, чтобы следовать за мужем, нужно оставлять свою правоту, и следовать за мужем, тогда будет очень хорошо. Однако, то, что сделал муж хорошо, да, супруга может хорошо следовать, а если ей кажется, что она права, тогда ей очень трудно оставить свою правоту. Да, Иисус Христос, когда очищал наш грех, самое главное, это то, что если Иисус мог бы не отдавать свою жизнь и очистить наш грех, тогда Он может раз сто в день очищать наш грех. Но Иисус, для того, чтобы освободить нас от греха, Он должен был пройти один процесс, и Ему нужно было оставить свою жизнь. Только тогда Он мог спасти нас от греха. И проливая свою кровь, отдавая свою жизнь, Он спас нас. Тогда мы, когда верим в такого Господа, знаете, мои мысли, моя точка зрения, все это нам нужно оставить. И Господь должен был умереть. Только тогда может спасти нас. Для того, чтобы принять Его благодать, наши знания, наш опыт, все это необходимо оставить и принять Слово. Только тогда мы сможем принять поистине Слово. Почему же Иисусу Христу было тяжело? Потому что, если Иисус не оставит свою жизнь, Он не мог спасти нас. Знаете, там пару дней пострадать, помучаться, потрудиться, и потом, если спасет нас, тогда, если бы Он мог, было бы хорошо, но Он не мог, не отдавая жизнь, спасти нас. Когда мы хотим следовать за Словом Господа, множество мыслей, которые появляются у нас, мы должны выбросить. Только тогда можем следовать за Словом Его. Знаете, иногда бывает, что между мной и супругой бывают ссоры. Конечно, мы не ежедневно ссоримся с нею. Но если она будет следовать за своим точкой зрения и слушаться меня, тогда ей будет очень тяжело. А также оставить тебя, и если она будет следовать за мужем, будет очень просто, когда они выходят замуж. Если жена будет готова следовать за мужем во всем, тогда это будет прекрасно. Если жена следует за мужем и хочет, чтобы все ее желания, пожелания были учтены, тогда, естественно, будут крики, столы будут переворачиваться, да? Конечно, это не просто сегодня, потому что столы стали большими. Знаете, да, приходим в церковь, молимся, там мы можем пожертвовать какие-то средства. Однако, то, что угодно Иисусу Христу, для этого, могу ли я оставить то, что мне нравится? Знаете, в Корее христианство, церковь в Корее сегодня просто говорят, что надо ходить в церковь, нужно быть верными и не хотят касаться именно души. В таком состоянии, конечно, любой человек может ходить в церковь. Однако, между нами и Господа, чтобы у нас была единая связь, чтобы мы могли следовать за волей Иисуса Христа. Знаете, я тоже читал Библию, и в многих местах мои мысли сталкивались со словом. Я думаю, вы уже много раз слышали это свидетельство. Однажды у меня болел живот, и Библия написана, что, да, поверьте, что получите, что будете просить молитвы, тогда дано будет вам. Я молился, чтобы Господь Бог исцелил мой желудок. Я поверил, что мой желудок здоров. Но у меня продолжают эти расстройства желудка. Там написано, поверь, когда я все исцелю. А написано, ты поверь сначала, а тогда будет дано тебе. Сначала нужно поверить, тогда будет здоровье. Естественно, если сначала дадут здоровье, тогда любой сможет поверить. И когда я хотел поверить, что мой желудок здоров, знаете, из-за яжевого желудка три месяца я ничем не мог питаться, врачи сказали о том, что стены желудка стали очень тонкими, что любой момент желудок может лопнуть, и если желудок лопнет, тогда на протяжении 24 часов вы погибнете. Знаете, здесь в зале тоже сидят врачи, но иногда врачи специально говорят так страшно, о том, что лопнет желудок, о том, что так-сяк будет. Но, знаете, даже от обычной воды у меня желудок себя плохо чувствует, а тут надо есть кимчи. Как такое возможно? Однако, если я верю, что действительно мой желудок выздоровел, естественно, я не могу есть кимчи, потому что я думаю, что я нездоров, но если я считаю, что я здоров, тогда я должен есть кимчи. И кимчи стало для меня искушением. Я думаю, что ни для кого кимчи не может быть искушением. Обычно говорят, кимчи вкусные, а для меня это было искушением. В тот день действительно ли я верю в Иисуса? Если я буду есть кимчи, тогда мне будет казаться, что мой желудок лопнет. Я могу погибнуть даже. Однако, верою, когда я начал верить, что я здоров, тогда, если я съем кимчи, я погибну, или же мне станет лучше? Когда я начал размышлять об этом. Да, хотя я пастор. Однако, поскольку я не верю в это слово, я понял, что вот почему я не могу есть кимчи. Я понял, что у меня нет веры. Я решил, что надо верить, потому что я здоров. И утром я съел одну порцию риса, съел много кимчи. А моя супруга, она накрывала стол для гостей, увидев меня, спросила, что ты делаешь? Я сказал, все нормально, я здоров. Знаете, моя супруга, она не любит попадаться в такой ситуации, когда я могу сказать, что у нее нет веры, поэтому она ничего мне не сказала. Знаете, так сильно живот болел. Да, и я побежал в Бордную, да, и мне было очень тяжело, было очень больно. Однако, я начал слышать, да, голос говорит, зачем ты ешь, у тебя же нет веры. Это самые подходящие слова, которые может сказать мне дьявол. Правильно, что у меня нет веры? Я думаю, что среди вас нет таких людей, которые бы не слышали такие слова. Правильно? Дьявол часто говорит, и мы ведь так серьезно принимаем эти слова, да, для себя. Я думаю, все мы были такими, да? Если я поверю, тогда, поскольку я поверил, значит, я здоров. Так, почему же я переживаю о том, что есть кимчи или не есть? Почему же так? Потом я начал думать, да, если я здоров, тогда живот ведь не должен болеть. Так смотри, у тебя же живот болит, значит, ты не здоров. Но самое интересное, что в Библии есть ответ на все вопросы. Да, я здоров не тогда, когда я здоров, да? А тогда, даже если у меня живот немножко болит, все равно в Библии как написано? Дочь Яира умерла, правильно? Ну, все говорят, что она умерла, а Иисус говорит, спит. А, вот как. Да, может, в глазах других людей она умерла, но Иисус, если говорит, спит, значит, спит. То же самое, если Бог говорит, что я здоров, значит, я здоров. И в обеде тоже побил, побил хорошо, сел кимчи, пошли в гостиницу на ужин и столько сел, что чуть желудок не лопнул, да? Но я был полностью здоров, и мне уже не нужно было ходить в туалет. За очень короткое время я стал здоров. Знаете, чем опыт, мои знания и слово Господа Бога, они отличаются, но важно, во что я буду веровать. Многие люди говорят, надо верить в Господа Бога, но в конце концов следуют за своими мыслями. И все вы так же поступаете. Авраам, если посмотреть Бытие, в 17 главе написано Аврааму о том, чтобы Авраам, ты ушел из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. И ему было тогда 75. Бог вел Авраама. Однако прошло 24 года. После того, как он ушел из дома отца и вошел в ханатскую землю, прошло 24 года. Авраам, которому было 75, прошло 24 года. Это сколько лет? Это значит, что 99. И Господь Бог теперь не ставит Авраама в том месте, где он был. И Господь Бог хочет перенести Авраама в мир Господа Бога. Знаете, у меня была философия о моей жизни, у меня тоже был опыт. Но когда я хотел войти в мир Божий, то с моим опытом так нельзя. Моими знаниями тоже не получится. Моим способом тоже не получается. На что это похоже? Как мы идем в Царство Небесное? Да, Имани, да, церкви, он говорит, что он не умрет. Я у них спрашиваю, для того, чтобы не умереть, нельзя стареть. Я спрашиваю, разве он не стареет? Чтобы не умереть, нельзя стареть. Правильно? Но он ведь стареет. Я тоже старею. Старею. Это значит, что умираю. Да, пока еще не умер, но умираю. Да, может, я еще 50 лет смогу прожить или 80 лет проживу. Конечно, это никому неизвестно. Если я проживу до 150, значит, я прожил ровно половину только. Очень интересно, да? Знаете, то, что я старею, я использую шампунь от перхоти, и если ежедневно мыть волосы, тогда сильно портятся волосы, поэтому я мою волосы раз в два дня, и тогда очень много перхоти образуется. Но я говорю, что у меня немного перхоти, а я говорю, что перхоть любит меня, поэтому не отстает от меня. Да, и у других есть волосы, да? А вот перхоть почему-то любит меня больше, чем волосы других людей. Конечно, простите, что я об этом сказал. Но даже если я пользуюсь шампунь от перхоти, у меня есть перхоть. мыть волосы ежедневно. Но все равно порой бывает, что есть перхоть. Так вот, Авраам в жизни Авраама, ему нужно освободиться от своего способа, и он жил в Хананской земле 24 года. Однако Господь Бог с того момента хочет по-настоящему действовать у Авраама. Поэтому не в тот мир, которому Аврааму полностью понятно. А Господь Бог хочет вести Авраама в такой мир, который не совсем ему понятно, для того, чтобы стать единым с Авраамом. Например, когда супруги женятся, даже если супруги очень близки друг с другом, то, что делает жена, порой бывает, что мужу непонятно. непонятно. А то, что делает муж, порой бывает, что жене непонятно. Порой бывают такие ситуации. Правильно? Скажите, у вас такого не было? У вас тоже были подобные ситуации? Именно в этот момент нужно иметь веру. да, тогда, когда я не могу понять то, что делает моя супруга. Знаете, вот женщины, они очень хорошо обманывают, легко обманывают и легко обманываются. Именно поэтому, когда сатна искушал дьявола, когда дьявол искушал Еву, искушал тогда, когда не было рядом Адама, потому что Адам, там мужчины, плохо обманываются. И то, что делает женщина, мужчины могут не понять. Однако, жена должна сделать так, чтобы муж доверял ей. Поэтому, когда с супругой живут вместе, порой бывают, хотя небольшая ситуация, но хотят закрыть эту тему через обман. Да, может быть, на тот момент это не проблема. Однако, муж же будет чувствовать о том, что жена, по-моему, меня обманывает. И в таких ситуациях мужчины в основном будут так размышлять. Мудрая женщина, когда живет вместе с мужем, что она должна сделать? Она должна сделать так, чтобы муж ни в коем случае не подозревал ее в том, что она обманывает. Первое условие, чтобы не было развода, это так, чтобы было доверие. Однако, об этом многие женщины не знают. Поэтому, когда тяжело или трудно или неудобно, тогда используют обман для того, чтобы избежать конфликт. Однако, да, мужчина может обманываться, но постепенно в нем будет образовываться неверие к супруге. И даже в тех вещах, которых нужно доверять, муж будет не доверять. И тех вещах, которых не нужно не доверять, он будет во всем не доверять. И тогда появляются конфликты и ссоры. Библия, о которой мы говорим, Господь Бог и Авраам между ними. Да, когда Бог говорит те вещи, которые Аврааму было понятно, Авраам мог следовать за этим словом. Верно? В 17 главе Бытие Бог хочет, чтобы Авраам трудился с одним сердцем с Богом. У Господа Бога есть огромная сила, а у Авраама нет силы. Поэтому есть тот мир, в котором Бог может действовать. И этот мир намного больше, чем тот мир, в котором может действовать Авраам. Естественно, Бог может и делать то, что непонятно для Аврааму. Аминь? И в таких ситуациях самое важное, что нужно, даже если мне непонятно, нужно, чтобы была вера в Господа Бога. Да, сейчас, может, до сих пор. Авраам следовал 24 года за Бога. Но теперь Бог хочет стать с Авраамом намного ближе, чем было. Поэтому и даже в тот мир, которому Аврааму не совсем понятен, да, может, Аврааму непонятно, но Бог хочет его вести, хочет сделать Авраама таким. Аминь? Аминь? Да. Поэтому Авраам, да, он всегда следовал в тех вещах, которых ему было понятно, но теперь Бог хочет, чтобы Авраам поверил и в те вещи, которые ему непонятны, и поэтому Сара уже состарилась, да, и омертвела ее утроба, и Бог ждал этого момента. У Сары, да, уже нет, да, трубы. Знаете, есть женщины, которые могут родить ребенка, да, не все женщины могут иметь детей, да, и получается, есть период, когда женщина может зачать, правильно, и этих женщин называют, да, плодородными. И у Сары омертвела утроба, поэтому она уже не может иметь ребенка. Однако Бог говорит, не называй твою жену Сарой, называй ее Сарою, ибо она родит тебе сына. Господь Бог хочет, чтобы Авраам превосшел тот мир, в котором ему понятно, чтобы он поверил и те вещи, в которых непонятно. Потому что тогда Бог может совершать и те вещи, которые будут непонятны Аврааму. И это самое необходимое условие. Знаете, я видел, что не то, что мне понятно, то, что подходит моему опыту, но и даже те вещи, которые мне непонятны, я видел, как Бог ведет меня, чтобы я поверил в Бога. Знаете, Господь Бог, да, тогда, когда, например, Сара в возрасте, чтобы родить ребенка, и Бог говорит, что у тебя будет сын, тогда, конечно, Авраам будет намного проще поверить. Однако, теперь Сара стала неплотной, и она не может родить ребенка. И тут в такой ситуации Бог говорит, что Сара родит. Поэтому Аврааму было непонятно. И Авраам говорит, как у 100-летнего может родиться царь 90? И в этой ситуации у Авраама было такое состояние, когда Бог не может действовать. У Господа Бога есть огромная сила. Но для того, чтобы Бог мог действовать, нужно, чтобы сердце Авраама было соединено с Богом. Однако, Авраам не может поверить Бога за тем пределом, который он понимает. Поэтому, например, Иисус сможет воскресить Лазаря. Однако, когда Марфа и Мария смотрят со своим пониманием, для них их брат не может выжить, поэтому они не могут соединиться душой с Иисусом. Когда мы входим в Библию и обнаруживаем то мы можем увидеть, что тех вещах, которых мне понятно, мы очень легко можем поверить, следовать. Однако, тех вещах, которых нам непонятно, нам очень сложно следовать. Однако, Бог же да, Сара не может родить ребенка, уже она состарилась. Однако, если Бог говорит, что родит, Бог хочет, чтобы Авраам поверил, что действительно Сара родит. И в вере может произойти такой мир. Вот что хотел Бог дать Аврааму. Да, мы неправедные, мы согрешили, мы злые люди, однако верой уже мы можем оправдаться. Как верой мы можем приобрести детей? Да, невозможно для человека. И Господь Бог вел меня через Библию. Да, теория говорит, что, как твои понимания говорят, не это важно. Да, твои мысли неверны. Говорят, что не так, говорят, что этого не было. Но ты будешь верить мое слово? Или во что ты хочешь веровать? сегодня и вам задает и Бог один и тот же вопрос, дает одинаковую проблему. Да, слово Господа Бога, когда подходит мне, когда мне понятно, естественно, любой человек может следовать за словом Господа Бога. Однако, тогда, когда совсем мне непонятно, да, состарился, уже омертвел утробок, не может быть такого, что она родит ребенка. И Авраам не поверил в Господа Бога. Что говорит Авраам? Как у столетнего может родиться сын Ассарий 90? Авраам не мог принять Слово Господа. Смотрите, и внутри вас есть множество разных мыслей. Бог имеет силу и он может с любой силой действовать. И для того, чтобы у вас Бог мог действовать, нужно, чтобы ваше сердце соединилось с сердцем Господа Бога. И для этого Господь Бог хочет дать вам веру не только в тех вещах, которых вам понятно, но даже если непонятно, даже кажется, что быть такого не может. тогда, когда мы веруем в Слово Господа Бога. Вот в такого человека Бог хочет нас сделать. Например, если вы станете такими людьми, Бог удивительным образом будет действовать. в этот раз, когда в Америке был тур рождественской контакты, мы раздавали участникам этих концертов книгу «Секрет прощения грехов и рождествен свыше». И мы напечатали 100 тысяч экземпляров. И через контейнер мы отправили в Америку и участвовали 180 тысяч зрителей получается в октябре. И знаете, американцы, они такие джентльмены. Мы сказали, что дадим книги, они сказали, мы очень благодарны, но мы супруги, поэтому мы возьмем только одну книгу на двоих. Или с нашей семьи пришло пять человек, но мы возьмем только один экземпляр. Пришло 180 зрителей, 180 тысяч, но и все мы смогли раздать эти книги. И потом из Америки нам сообщили о том, что прочитав эти книги, да, всем очень понравилось и попросили, можем ли мы еще получить дополнительные книги. Я сказал, теперь, тогда мы давали бесплатно, но в этот раз мы хотим получить плату. книгу. И одна книга будет стоить 12 долларов. И за 12 долларов покупайте, мы сказали. И заказали 85 тысяч экземпляров. если мы продадим 85 тысяч экземпляров, то денег хватит даже и скомпенсируем то, что мы бесплатно раздали 100 тысяч экземпляров. очень хорош, выгодно. Знаете, в Америке, когда проводили тур Рождественской Кондаты, многие братья плакали. Мой сын, когда мы отправили 100 тысяч экземпляров, то это 40 тонны. и получается на четырех грузовиках по 10 тонны они ездили и разводили. Начиная с северной части ехали южные города и передавали книги, потом в центральную часть переехали и 17 часов сидел за рулем в грузовиках и 40 тонн книги они раздавали по всей стране. Я сказал, наверное, было тяжело, но он говорит, отец, наоборот, я был счастлив. И он был очень рад. Знаете, читая эти книги, люди удивляются. Я не думал никогда зарабатывать деньги. Есть ли, например, продадут 80 тысяч экземпляров, то минимум я смогу за каждую книгу получить по 3 доллара. Тогда я могу 5 долларов получать. Если получать за 5, то примерно 400 тысяч долларов я смогу получить. Но ни разу я не планировал, чтобы зарабатывать деньги. Но проходит время и вижу, что действительно очень большая сумма приходит. Бог так действует, что порой плакать хочется. Находясь под руководством миссионера на самом деле не было никого хуже, чем я. Все хорошо знали иностранные языки. Я же на испанском взял только одно выражение «бесна мемучо». Как я начал миссионскую школу? Знаете, я чувствовал большое бремя, когда хотел начать миссионскую школу. Я думал, какая школу я могу начать? Но Бог дал душу, что надо проводить миссионскую школу. Я спрашивал Господа, Бог, как? Но Бог говорил верою, и Он приготовил. Знаете, потом я говорю, не могу Господи, но потом Бог снова говорит, надо. И знаете, дядя моей супруги, он был профессором, основатель христианской школы в Корее. И поэтому он, когда был в Великобритании, он попросил королеву и попросил открыть школу. Я пошел к нему и сказал, дядя, вот у меня есть такие планы, хочу начать миссионскую школу, можете вместе проводить эту миссионскую школу? Он сказал, как ты мог додуматься до этого? Это очень хорошая идея. Вот до этих слов было хорошо, но потом он сказал, он уже был взрослым и сказал, если бы я был моложе на 10 лет, я бы хотел вместе с тобой заниматься этим делом, однако я уже слишком стар, я не могу тебе помочь, я буду только тебе мешать. И он раздал книги, которые сам написал, и сказал, вот это возьми, это возьми. Знаете, книги, которые я даже не успевал читать, но я не сказал, что я не смогу прочитать, я просто получил, принес домой, не знаю, кто их разобрал, дома теперь осталось только пару штук, хотя их было очень много. Раньше говорят, что если украл книги или цветы, то их нельзя называть вором, поэтому я не стал разбираться, кто их разобрал. Если бы не было у нас миссисской школы, как мы могли бы проводить форум христианских лидеров? 500 служителей, которые в этот раз собрались в Корее, да, они впервые встретились со мною, они только слышали обо мне, но все были удивлены и сказали, хотим вместе работать с вами. Теперь я верю, что в Корее церковь очень сильно испортилась, многие уходят из церкви и теперь они хотят начать новую церковь и говорят, давайте вместе работать. многие служители хотят работать вместе с нами, я был благодарен за это. Господи, почему же мы не могли так раньше работать? Потому что у меня не было веры, я считаю так. Бог для того, чтобы действовать через Авраама, для того, чтобы дать множество народу, Бог не сделал, чтобы Авраам родил сына, тогда, когда это было по-человечески возможно, а тогда, когда невозможно, Бог сделал, чтобы Авраам родил сына. И только тот, кто имеет веру, может родить наш Господь Бог для того, чтобы использовать вас, чтобы мы не исследовали в тех ситуациях, когда по-человечески возможно, потому что это не вера, тогда, когда мне кажется, что это невозможно, когда мне кажется, что это не может быть такого. Однако, тогда, когда Слово Господа Бога говорит, да, мне кажется, что это невозможно, но если Бог говорит, значит возможно. И Бог хочет создать нас такими, и сейчас Он создает нас. И всех, кто здесь собрался, Бог делает такими людьми. Знаете, когда я смотрю, да, у Сары омертвела утроба, Она уже в возрасте, когда не может родить ребенка. Да, у нее тоже нет силы. Но Авраам сначала говорит, как 100-летнего может родиться сын Асари 90. И он не принимал слова Господа Бога. Потом Бог не оставил Авраама, а он начал наставлять его сердце. И для этого Бог начал говорить. И сегодня мы прочитали, где они? Четвертая глава. Понимаете? Давайте посмотрим четвертую главу. Кремль 1, 4 глава, 18 стих. Нашли? Послание кремлянам, 4 глава, 18 стих. Вместе прочитаем, 3-4. Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов. По сказанному, так многочислено будет семя твое. Через что сделался отцом многих народов. Не просто сделался, да? Через что сделался отцом многих народов. Бог поставил план. Сестра Ли, и я хочу сделать тебя таким. Не только то, что возможно, но и невозможное хочу сделать. И тебя я также хочу вести. Поверь в меня. Тогда и невозможное я хочу сделать, чтобы было возможным. Сестра Ким, может тебе непонятно, однако, если ты верой будешь следовать за моим словом, ты станешь моим человеком. Я буду действовать через тебя. Так говорит наш Бог. Знаете, например, моя супруга, если она понимает меня, она легко может следовать за моими словами. Однако, если я говорю те вещи, которые ей непонятны, естественно, ей тоже будет сложно следовать за мною. Я же, да, вера, или отношение к жизни, да, об этом я очень много думаю, чем моя супруга. Поэтому, даже если моей супруге непонятно, надо, чтобы она следовала за мной. Да, она не может полностью понимать меня, потому что она не знает так хорошо Библию или мир веры, как я. Мы же не знаем хорошо, чем Бог. Поэтому то, что Бог делает, порой бывает, что нам понятно, а есть многие вещи, которые нам непонятны. И если я верую в Господа Бога, даже если мне непонятно, я должен веровать в Слово Господа Бога. Я должен веровать. И тогда вы будете людьми Божьими. Господь Бог на протяжении нескольких лет то, что мне кажется по-человечески, да, за этим было легко следовать, а за тем, которое мне казалось невозможным, было сложно следовать. Однако, для того, чтобы я мог следовать, и за тем, что мне кажется невозможным, Бог пришел ко мне. Да, не с самого начала у меня бы получалось. Но раз, два, видя жизнь и деяние, подходит моему пониманию или не подходит, независимо от этого, я следовал за Словом Господа Бога, и когда я следовал, я видел, как Бог действует. Внутри вас Бог хочет действовать Своим. Знаете, даже если вы в возрасте, если у вас будет такое сердце, как Господа Бога, вы сможете получить благословение. В Сеуле есть мои друзья, с которыми я провел детство, и мы часто встречаемся. Вчера тоже у нас был концерт, рожейственные кантаты, я их пригласил. Где-то 12 человек пришло. и все они уже в возрасте. И одного за другим становится все меньше и меньше. Естественно, когда их не станет, мы не сможем больше с ними видеться. И поэтому я говорю, давайте, ребята, встретимся. Знаете, простите, конечно, я попросил у жен служителей, чтобы они накрыли ужин. После концерта мы ужинали и говорили о церкви и о разных вещах. И также мы сфотографировались. Знаете, я вот смотрю, становится их все меньше и меньше. То есть, они умирают. И я тоже один из них. И вы тоже в скором времени состаритесь, как я. Но ту милость, которую я получил верой в Иисуса Христа, я хочу рассказать друзьям. Друзья очень многое знают обо мне. А знают все слухи насчет о том, что я еретик или что я говорю. И они думают. Но вот Уксу, да, о нем так многие говорят. Есть разные друзья. но есть те, которые становятся ближе ко мне и хотят со мной общаться. Да, с первого раза не получается. Но эти друзья и мои мысли мы по-другому думаем. Я говорю, давно не виделись. Кто знает, когда мы еще увидимся. Может, так станет, что нас не станет. Поэтому давайте вместе покушаем. Да, конечно, хочется их и хороший ресторан пригласить, но у меня не было времени просто на это. И поэтому мы попросили как свободную комнату, и там накрыли стол для нас, и мы там поели. И мы душой становимся ближе друг к другу. Знаете, то же самое. Мы и Господь Бог, мы находились очень вдали друг от друга. Но Бог привел вас и в эту церковь. Кто привел? Бог привел. Есть следующий этап. Понятно вам, непонятно, даже если вам непонятно, Бог хочет, чтобы вы верили в Господа Бога. В эту сторону Бог хочет вести. И если ваши сердца соединятся так с Богом, то с этого дня Бог сможет использовать его. И если вы станете теми, которых Бог может использовать, то ваша старость, ваши экономические вопросы, вопросы вашего здоровья, Бог может взять на себя ответственность. Скажите Аминь. Правильно? И я хочу вам сказать сегодня об этом. да, у меня была проблема со здоровьем, и тогда пресс-фикторы, они сказали, чтобы я пошел в больницу и снял томографию, но я смог их переубедить, и врач поддержал меня. Врач сказал, что я здоров, не надо делать томографию, хотя я думал, что наоборот скажешь, что надо, когда я думаю, да, который хуже, чем насекомое, Господь Бог, этот человек соединяется с Господом Богом, и я стал любить Господа, Господь Бог. Да, есть богатство этого мира, но все это не имеет никакого значения по сравнению с любовью Господа Бога. Я чувствую любовь Господа Бога, испытываю Его деяние, и я побеждаю Его любовью соблазны, побеждаю Его любовью гонения, я побеждаю Его свободности и росту в Господе. Однажды Господь Бог, да, те вещи, которые мне непонятны, болит живот, да, язва желудка, мучаясь, за три месяца похудел на семь килограммах, и Бог говорит, гешки мчи. я не мог легко решиться на это. И я потом понял, что то, что я не могу есть кимчи, заключается в том, что я не верю в Бога. Как я, будучи пастором, могу не верить в Бога? Мне было очень стыдно за это. Знаете, вы не в Бога. Вы имеете многое, что могут позаботиться о вас, но оставьте это. И вы, к сожалению, не можете это оставить, потому что верите в это больше, чем в Бога. Если вы оставите собственную заботу о будущем, если вы сможете держаться за Господом Бога, то ваше здоровье, ваше будущее, ваша старость, обо всем Бог сможет позаботиться и вести. А самое главное, Бог будет вас использовать в своем деле. Вот как все произойдет. Авраам с сверхнадеждой поверил. Да, ему кажется, что это невозможно. Однако слово говорит так. И тогда он последовал за словом. Ему казалось, не только тогда, когда ему понятно, но даже непонятно, он следовал за словом. Дорогие братья и сестры, в нашей церкви есть два типа братьев-сестер. Одна группа, которая следует за Господом Богом, потому что им понятно, а вторая группа, которая следует за словом Господом Богом, даже тогда, когда им непонятно. Да, тот, который следует Когда ему понятно, это тот, который верит в себя А тогда, когда ему непонятно Но поскольку церковь говорит так Поскольку так говорит служитель Если следует Знаете, один брат Есть один брат Знаете, он мне позвонил И мы с ним общались по телефону И он что-то узнал в Библии Получил откровение И говорит так Как будто он сто раз больше знает Библию, чем я Хотя он понял только одно в Библии Тем более, да Знаете Ну, как минимум, десять раз больше я прочитал Библию, чем он Однако Когда человек становится гордым Он верит в себя больше, чем в Бога Но это не вера в Бога Знаете Если вы доверяете себе И хотите верить в Бога Тогда вам будет очень тяжело Знаете, Господь Бог Он намного лучше может вас защитить Моя невестка Когда она вышла замуж За моего сына Приехала к нам Прошло немного времени И в городе Там есть женская больница И она сходила с моей супругой Ну, это же все-таки Как Женская больница Поэтому было мне ловко Спрашивать, как все прошло И потом сказали И потом сказали, что ей нужно идти в Сиусскую больницу Я не знаю Но говорят, что ей нужно Получать Лечение от болезни рак Я сказал Не надо И привел ее домой Но самое интересное Она родила троих После этого Я не знаю Что как происходило И даже не хочу узнать И я знаю, что там Врачи говорили Что есть какая-то проблема Она хотела Пойти на лечение Но потом с моей супругой Они вышли из больницы Но интересно Прошло время И она родила троих И сейчас она очень здоровая И хорошо живет Даже для здоровых Можно найти Очень много проблем Но Это не значит Что то, что говорят Врачи Все правильно А тот, кто прав Во всем Это Бог Чем любые ваши мысли И поэтому Нужно оставить ваши мысли И когда вы будете веровать в Бога Тогда Вы Будете людьми Господа Бога Тогда во всем Вашей жизни И старость Экономические вопросы И здоровье Во всем Господь Бог Будет вести И тогда Вы будете Самыми благословенными И у вас будет Самая лучшая жизнь Наш Господь Бог Да Двадцать четыре года Прошло Пока Авраам Следовал за Господом Бога До этого Авраам Имел свои мысли Прошло двадцать четыре года И теперь Авраам Бог хочет сделать его Божьим человеком Поэтому Может в глазах Авраама Сара не может родить Потому что Утрова омертвела Но Бог говорит Такой царе Что она родит И Бог хочет Чтобы Авраам Поверил в слово Прочитали Кремлянам Четвертую главу Восемнадцать стих И об этом Сегодня говорится Сначала Авраам Не поверил В слово Господа Бога О том Что Бог Даст сына Он говорил О том Что Как у столетнего Может родиться сын И он рассмеялся Но Здесь написано Кремлянам Он сверх надежды Поверил с надеждой Через что Сделался отцом Многих народов Подсказанного Так многочислено Будет семя твое И не измогший В вере Он не помышлял Что тело его Почти столетнего Уже омертвело И утроба Сарина В омертвении Не поколебался В обетовании Божьим Неверием Но Пребывал тверд В вере Воздав славу Богу И будучи Вполне Уверен Что он силен И исполнить Обещанные Потому И вменилась Ему В праведность Дорогие Братья и сестры Да Ни пастор Должен Быть хорошим Ни мы Должны иметь Веру А Когда вы Становитесь Единым С Господом Богом Да Есть ваша Точка зрения Есть ваши Стандарты Есть жизненные Опыты Методы Но в таких Ситуациях Оставить Это И тот Который Может поверить Господа Бога Это Есть Человек Божий Хотя Кажется Что невозможно Но когда я Оставил Я поверил Дорогие Братья и сестры Да Потому что Вы правы Праведны Нет Как вам Кажется Не важно Верою Кто Кто Принять Слово Господа Бога Даже Если Мне Кажется Что Это Не Так Точно Я Грешник Однако Если Бог Говорит Что Праведник Значит Праведник Да Сто Процентов Я Грешник Однако С Этого Начните Не живите Своим Сердцем А По слову Господа Бога Если Вы Будете Жить Я Уверен Что Вы Сможете Создать Удивительную Церковь И Ваша Жизнь Будет Прекрасной И Долго Долго Вы Сможете Жить Получая Милость Господа Бога Славя Господа Бога Я Уверен Что Ваша Жизнь Будет Драгоценной Жизнью Драгоценной 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 Драгоценной